Из-за многочисленных жалоб россиян YouTube удалил это видео, но мы его дополнили и загрузили снова, потому что правду не остановить. Московский Кремль – главный символ российского государства, место силы московской власти и сакральный объект поклонения для граждан Российской Федерации. Он считается священным, истинным и посконным олицетворением всего, что ни на есть русского. Только существует одно «но». Почему же тогда весь, абсолютно весь Кремль со всеми своими стенами, башнями, палатами, соборами и прочими сооружениями создан нерусскими? Как же так получилось, что главного символа российского государства не коснулась рука ни одного русского зодчего? А кстати, были ли такие в природе? И мало того, что строили не сами, так еще и внешний вид Кремля до мельчайших деталей московиты с плагиатили украли у другого государства. Интересно, правда? Но давайте обо всем по порядку. В наше время идут острые споры о происхождении названия Кремль. Вероятнее всего, это производная от тюркского «кермен», означающего «крепость». Эта этимология хорошо согласуется с историей московского государства, которое появилось на обломках Золотой Орды. С XII века на территории современного Кремля существовала деревянная крепость, которая периодически разрушалась в результате вражеских набегов и отстраивалась вновь. В XIV веке при Дмитрии Донском деревянные стены и башни Кремля заменили на белокаменные, которые, однако, оказались непрочными и быстро поплыли, придя в негодность. В 1471 году князь Иван III решился на кардинальную реконструкцию своей резиденции в Кремле. Начали с храма. Московские строители снесли старое здание Успенской церкви и стали строить новый каменный собор. Иван III решил, как бы сейчас сказали, поддержать отечественного производителя. Для строительства пригласили местных московских мастеров – Мышкина и Кривцова. Целых три года они возводили стены. Весной 1474 года началось возведение свода. И здание рухнуло. Московский князь не стал испытывать судьбу дважды. А сразу же, не колеблясь, заменил криворуких русских строителей иностранными специалистами. Кто же строил Кремль? Успенский собор успешно возвел итальянец Аристотель Фьерованти. До этого он работал в Италии, в Милане, у герцога Сфорца. Это имя – одно из ключевых в сегодняшнем рассказе. Как думаете, чем связаны замок Сфорца и московский Кремль? Вы очень сильно удивитесь. В Милане российские туристы всегда теряют дар речи возле этого сооружения. Замок Сфорца – бывшая резиденция миланских герцогов ключевыми архитектурными элементами поразительно напоминает московский Кремль. Хотя, скорее, наоборот. Итальянское сооружение было возведено раньше. Московский Кремль копирует итальянскую достопримечательность даже в мелочах. Например, вверх стен Кремля венчают зубцы в форме ласточкиного хвоста, такие же, как и у замка в Милане. Вход в замок Сфорца находится в Филаретовой башне. Сестрой-близнецом этой башни стала Спасская башня в Москве. 500 лет назад они были очень схожи. Сейчас сходство лишь угадывается, и отличий сегодня между ними достаточно много, но появились они с течением времени, когда с Паской башни добавляли готический верх со шпилем, а также часы, которые тоже не раз менялись. К строительству обоих сооружений, так похожих друг на друга, частично приложил руку уже упомянутый Аристотель Фьерованти. Обвинять итальянского зодчего в том, что он сплагиатил сам себя, не имеет смысла. У талантливого 60-летнего архитектора хватало опыта и мастерства для осуществления самых смелых и разнообразных проектов. Просто князь Иван Третий захотел сделать все так же, как у миланского герцога. И Фьерованти, а также остальным итальянским зодчим не оставалось ничего другого. Строительство Успенского собора Аристотель Фьерованти завершил за два года. До этого криворукие московские мастера потратили три года только лишь на возведение стен, которые обвалились. 15 августа 1479 года Успенский собор был освящен и стоит до сих пор. Самым первым итальянским мастером в Москве был приехавший в 1469 году Антон Фрязин. Фрязинами в Москве называли «всех итальянцев». Его настоящее имя, к сожалению, неизвестно. Им построена первая кирпичная кремлевская башня, Тайницкая, и следом возведена угловая Свиблова, водовзводная. В 1485-м в Москву прибыл Марко Руффо, архитектор из Милана. Московиты называли Руффо также «фрязиным». Он работал в Москве 10 лет, построив казенный двор и малую набережную палату. По проектам Руффо построены Спасская, Беклемишевская и Никольская башни. Вместе с Антонио Салари он создал грановитую палату, а также построил Боровицкую, Спасскую, Константино-Еленинскую, Никольскую, Сенатскую и угловую арсенальную башни Кремля. Итальянец Алоизио де Каризано построил Большой Кремлевский дворец, Троицкую и другие башни, стены и рвы Кремля. Другой итальянец, Оливис Новый, построил в Москве несколько храмов, самый известный из которых Архангельский собор. Бон Фрязин, мастер из Италии, создал самое высокое на то время сооружение Москвы – колокольню Ивана Великого. А благодарные в кавычках московиты даже не удосужились запомнить его настоящее имя. Абсолютно весь Кремль, сакральный символ России, был возведен итальянскими зодчими, без участия русских. Кстати, на территории Кремля стоит подло украденная и вывезенная царскими мародерами из Украины пушка «Лев», принадлежавшая легендарному гетману Ивану Мазепе. Пушка была отлита в городе Глухов, это нынешняя Сумская область, в 1705 году. На казенной части ствола находится литой герб Мазепы, окруженный буквами, обозначающими начальные буквы слов его полного титула. Пушка расположена на декоративном чугунном лафете, выполненном в 1835 году, и стоит у западного фасада арсенала, слева от входной арки. На лафете также присутствует герб Мазепы, который делали уже московские мастера в царствовании императора Николая I. Любопытно, что пока российская церковь предавала Мазепу анафеме, кремлевские мастера, не исключено, что это были подневольные украинцы, посреди Москвы увековечивали память о гетмане, размещая знак Героя Украины на его оружии. Это выглядит довольно иронично, но если посмотреть на исторические символы, встречающиеся в Кремле, то выходит, что атрибутика самой Московии оказывается здесь в абсолютном меньшинстве. Так уж получилось, что у московитов при ближайшем рассмотрении нет ничего своего дельного, созданного ими самими. За исключением разве что русской литературы, да и то, которое имеет отношение зачастую совсем не этнические русские. Даже то, что они считают исконно своим, русским, всяческие лапти, балалайки, пельмени, матрешки, водку и тому подобное, все это на поверку оказывается украденным у других народов. Почему я говорю украденным, а не заимствованным? Потому что они постоянно называют русским то, что им русским никогда не принадлежало. Традиция, начатая криворукими русскими мастерами Мышкиным и Кривцовым, угробившими строительство Успенского собора в 1474 году, сохранилась неизменной до наших дней. Московиты столетиями импортируют с Запада или крадут то, что не могут сделать сами. То есть абсолютно все. Даже царей. Даже историю. Список краденого можно перечислять бесконечно. Ну а вишенка на торте – это, конечно же, символ России, Московский Кремль, украденный у миланских герцогов. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также поддерживайте автора на платформе Патреон, где вы сможете получать дополнительный контент и смотреть видео до официальных премьер. Всем добра и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин